Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 493. События дня. Эпиграф. 1 Коринфа 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. У нас за 18 апреля 1917 года. И вот это пришло на форум. Это редко такое. Почему она на форум зашла, видимо, не знаю где. И главное, Елена Морозова. Елена Морозова, мозговая она подписывалась, это корреспондент газеты. Честное слово, новосибирская газета. Но, видимо, это совпадение. Морозовых много, Елен много. Она пишет. Ночью сегодня. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мир вам, Игнатий Тихонович. События дня номер 483. Наталья Чернова отметила сдвиг к лучшему Никиты. И несогласия с моими комментариями к видеобеседе Колесникова с Романом. Я написала комментарии конкретному видео. Далее видела покаяние Никиты и радуюсь за него. Я просила ваших молитв по поводу поведения Никиты. И вполне получила ответ. Понятно. Вот она пишет. Тебе кому-то... Кто-то оборачиваться будет? Нету. Это все требует времени. Получила ответ дальше. Какое она делает? Впредь критиковать никого не буду. А буду за ними... А я могу на это сказать. Это очень трудно. Дается, Елена. Если бы я вас знал ближе, я бы сказал, и все равно ты будешь лезть. Где надо и не надо. От промолчала бы, помолилась, больше пользы. А может быть и надо говорить, но только с рассуждением. Дай Бог, чтобы так и было. Здесь не критиковать, а мы собрались для того, чтобы быть полезными друг для друга. И что? А буду заниматься исправлением своей души и грешной жизни. Ну вот, это хорошие слова. Отмечу, что Никите спасти душу гораздо легче, имея такого духовного наставника рядом, чем мне, находящийся в миру. Вот поэтому с этим наставником ты будешь и летом. А Володя говорит, наверное, она тут. Простите, молитесь о моей душе. С любовью к вам, Игнатий Тихонович, и общине. Вот так. Олег Окунев. Игнатий Тихонович, мир вам. Хочу находиться в истинной церкви. Но как совместить православие с Библией? С большой буквы Библия. Читаешь Писание, а там все наоборот. И пообщаться не с кем. Все на своей волне. Захожане. Как одному спасаться? Вот езжу к баптистам, отделенным на собрание. Ну, значит, он не может совместить с Библией, хотя наши ресурсы видит человек. Я его не знаю. Олег Окунев. Если ездишь в собрание баптиста, назад возврату не будет. Уже баптист. Потому что сравнивать не с чем. У них живое слово звучит. А тут у тебя все наоборот. Так вот и делай, чтобы наоборот. Сколько ты туда не ходи, ты в церкви никогда не будешь. Спасение твое вверх ногами будет стоять. Не потому, что баптисты плохие. А потому, что у них нет священства, нет таинства. Я многократно об этом говорю. А как же вы говорили, ходить можно, ходить, слушать. Но сначала сходи в храм, отстой службу, благословися священника. И ходи не один, а с кем-то. С кем-то, знающим их учения. Чтобы могли баптистам пользу приносить. А ты еще вот сидишь там. В тебя вливается и вливается. А православие вообще отошло от тебя. И дети твои уже будут баптисты. А православие даже не вспомнишь. И скажешь, я был православным, и никогда ты и не был им. Если православный был, да православный баптистам. И ездить еще к ним. Не ходить, а ездить к ним. Ну, это явно, что уже все. Для православия вы потерянный человек. И потерянный навсегда при том. У вас только отрицательные эмоции. От встречи с православными будут. Они Бога по Библии не знают. Я не вас не сужу, но я знаю, у меня опыт есть. Больше полвека. 54 года. Да теперь уже скоро 55 будет. Так что, еще советовать. Советовать вот на наших ресурсах. Смотрите, находите ответ. Считайте святых отцов. Знакомьтесь с житиями святых, канонами церкви. И, конечно, каждый день считайте Библию. Каждый день не ходите в храм. Хотя бы два раза в неделю. В субботу, в воскресенье. Найдите хорошего батюшки. Сходите на исповедь. А раз вы уже только ездите, так отделенным баптистам. А отделенные, это те, которые не признавали советскую власть, когда они запрещали детей учить. Я их очень хорошо знаю. На первых порах в 62-м году они образовались. Там 61-й захватили. Я даже помогал их материалы распространять в Латвии. Ну, там отнес квартиры на квартиру. Они много пострадали. И с этими зарегистрированы, даже сравнить не надо. А теперь они одинаковы. И девчонки в штанах, и могут и крашеные быть. Я про ваших не знаю. Вообще, как здесь? Как здесь? То есть совершенно обмерщенно. Молодежь собирается, попели и все остальное. Так что, Олег, вам ответ искать на наших ресурсах. Дальше. Иван Иванов. Иван Иванов у меня тут разные были. И с Америки, и здесь. И я не знаю, кто из них, какой. Но тут говорит то, что надо отдельно напечатать. Пишет, сюжет очень редкий и необычный. Да вот только неумелое обращение с камерой сильно портит впечатление от по визуальной части. Это говорит он, мы канон Андрея Критского записывали. Снимал Володе. Это замечание каждому из нас. И я снимаю точно те же недостатки. Ну, вот так. Он говорит здесь все правильно. Слушаем. Ну, вот зачем разводить, кавычках, операторскую работу, где не надо? Ага. Кабы камера просто стояла бы неподвижно всю съемку в углу помещения с максимальным охватом на штативе или просто на чем-нибудь. И по качеству видеокартинки и по смыслу вышло бы лучше. Тоже прав. Благодарим. На будущее снимать в таких условиях обстановки и освещенности строго желательно со штатива. Так и руки не заняты все время. Оператору и самому лишний раз перекреститься можно. Правильно. И поставить ее можно там, где сам оператор не очень-то поместится. И получающаяся видеокартинка не дрожит всю дорогу крупным тремором. А что такое тремором? Ну, дрожание есть. Дальше. И перенести камеру на штативе на другую точку съемки, когда надо. Ничто не мешает. Слава Иисусу Христу! Христос воскрес! Старшая сестра проверяет, как у меня дела. Дальше. Все повороты камеры и зумы... Что такое зумы? Это приближение. Да. Делать очень плавно и как можно реже. Только с веским художественным смыслом. Ибо когда всю съемку камеры непрерывно машут, как веником, то и дело зумят, все время бродят с ней туда-сюда. Это лишь раздражает зрителя. Особенно, когда это накладывается на съемку момента движения. Вот, например, зачем было здесь, когда снимали поклоны каждый раз, где в последний момент резко доворачивать камеру и пытаться сопровождать движение. Или отмахивать камеры через все помещение. Счастье хватит всех присутствующих. И в результате все получается как-то смазано, дергано, неразборчиво, не в фокусе и плохо кадрировано. Ведь оператору, и по-видимому, примерно понятно, когда случится следующий поклон. Ну так можно ж чуть заранее плавно повернуть камеру на нужный ракурс? Раньше, заранее. Нормально выставить кадры, качественно отснять момент движения на неподвижную камеру, хоть общим, хоть крупным планом, не обрезывая головы или ноги. И затем также плавно довернуть обратно на чтецов. Если так, надо именно их держать в кадре в периоды между поклонами. Или на какой другой ракурс. Ну, я не могу еще сказать, кроме благодарения. Я это постараюсь скопировать сегодня, послать всем вам, своим репортерам. Это Володя снимал, Володина работа, уже об этом говорили, делали замещание. Это я все к себе принимаю, но по-другому никак. Вот в это время, когда снимаете, надо куда-то смотреть. И доворачивать некуда. Там момент буквально 2 секунды человек делает, и доворачивать некуда. Да ладно, мелькнул, но успеть этот кадр взять. Даже на улице мы делаем. Я снимаю, и вдруг вижу на расстоянии 3 метров, интереснейший момент. Кадр такой, как ворона с качками приближается к шарику, из чашки у него вытаскивают кусок. И когда я буду доворачивать там это, мне только скорее ухватить. И смысл понятен, интересный кадр. Я гляжу, когда снимают правильно, у них несколько камер, они только переключают, а она стоит на одном месте. То ближе, то дальше. Мы не можем, даже зная вот это, все равно мы не сделаем как надо. Просим просить нас, потерпеть нас. Ну, просто не можем мы это сделать. И дальше, к картине Левиафан. Вся раз заходит. Христос среди нас. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Хочу попросить у вас ссылок на ваши комментарии в фильме Звягинцева Левиафан. Я как-то случайно наткнулся в Ютубе на ваш скайп-разговор с кем-то об этом фильме. И теперь не могу найти. Многие мои знакомые и русские прихожане нашей церкви, храм Христа Спасителя в Оттаве, Канада, абсолютно этот фильм не понимают, и называют его просто социальной драмой. И знаете, что парадоксально? Что православные румыны, болгары и украинцы понимают, русские нет. Лучше вас и ваших видео я им не объясню. Скиньте мне, пожалуйста, пару ссылок с вашими комментариями в этом фильме. Заранее благодарен. Ваш во Христе Костя Прохорович. А Прохорович ли? Я не знаю, как правильно. Видимо, это фамилия такая. Не отчество. Я пишу, вот фильм «Звягин с Оливиафан в освете Святой Библии». Подробно о названии, сюжете, режиссер. Это название такое моего ролика. Я о нем тут давал комментарии. И вот как он выглядит. Тут больше, я не знаю, как лучше это сделать. И там уже сколько у нас просмотров? 193574. Ну, для нас эта цифра не наша. Это благодаря названию «Оливиафан». И поэтому, ну, что-то тут больше. 193 тысячи. Больше у нас только на шершнях. 200, там, 20 тысяч. А остальное у нас 500, 600. Там это уже хорошо считается. Не тысяч, а просто 600. Вот. Ну и дальше, как всегда, мы показываем наши ресурсы. Вчераший день, какой у нас тут был. Событий особых не было. И вот, какие у нас ресурсы. Вот. Мой мир. Там, где я в шапке стою. Есть еще контрольный с голубем. Туда не заходить, а вот сюда вот заходить. И вот, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Все. Вот семь роликов, которые поставили на Ютубе, их сюда я переношу на мой мир. Они здесь. И далее, на наш большой форум, православный форум. Вот он где, 1600 тем. Вчера тут 700 человек зашло. 700. Вот, видите как. И наш видеоканал. Вот он, православный видеоканал. У нас подписчиков... Просчитай, сколько? 6 тысяч 765. И просмотров? 6 миллионов 43 тысячи 894. Нас занесли в средства массовой информации. Вот так. Ну, каждый день прибывают, тут люди приходят, вопросы. Каждый день у нас от пяти до десяти роликов ставится. У нас очень и очень богатый материал. Надо посмотреть еще. Ну-ка, заряди вот сюда вот и запиши. Узнаем, сколько у нас. Канал Игнатий Ласков. И сколько? 6 тысяч 190 видео показывают. Сколько? А 910? 6 тысяч 910. Видео наших. А я думал 800, 900. Ну, 6 тысяч 910. Это очень много. Это очень много. У человека, если даже 50 своих роликов, это уже считается событие. Ну, представьте. Это только наши, чужих у нас нету. На любую тему, тем более по плейлистам, все разбито. И, ну, это Господь дает такое у нас. Материал, притом, богатый какой. Вот сегодня выставили, что события дня. В ночь пасхальную чтение. Воскресное занятие по изучению Слова Божия. Я, ну, пруд лагерный вчера поставила, вот, 8 часов назад, 255. Вот. Здесь утренние молитвы. Занятие в Потеряевке по темам. И толкование Боженного Фефилахта. Видите, какие все темы-то. Это не просто так. Это все темы. Сейчас я нажму здесь. Может быть, ругательство. Я не знаю. Что тут говорится? Пользователь зеленый. Слоник. Ну, что тут? Старый. Ну, считай слух. Старый. Ну, ты выдал ржачку. Песок на листья сыпать не хотел. А щебель на снег нормально, да? Ты часом не с того же дурдома, где дорожный министр лежал? Ну, он даже не знает, о чем он говорит. А что? Сыпать не хотел, песок не хотел на листья. Ну, и правильно не... А дальше это от нас не зависело. Он не знает, что мы заплатили. Проходит месяца два-три, и они не везут, потому что строятся где-то дороги. Вот он сказал совсем. И давай, как разговаривает. Он видит, конечно, мы разные возрастом, хам. Он залез, никто бы его не знал. Пользователь зеленый. Слоник. А? И слоник. Ни фамилии, ни имени, ничего нету. Зеленый слоник. То есть он зеленый. Зеленый, говорят, то есть неразвитый, молодой и прочее. И дальше дурдомы. Ну, только еще без матерков, еще как-то. Ты сейчас там где-то. И он не знает, что даже на снег привезти, и то не могли. Кое-как. На половину щебня привезли, и он, слипшийся, он же на улице лежал-то, смершийся. Бульдозер привезли. Бульдозер не может его расколотить. А он-то сидит дома и смотрит. Он ничего не знает. Сколько труда, чтобы такое привезти. Вот в прошлом году мы начали делать там, около пруда, здесь, в Днятуре деревне-то. Нету. Опоздали. Почему? Пока мы делали, а технику у них перекинули в другое место. И поэтому ни песок, ни щебень не привезли. И так все мы перегородили. То есть это все не просто зеленый. Вот он зеленый залез, и вот сами смотрите, какие дают отзывы. Кому не нужны? Пользу какую-то дал? Нет. Песок на листья сыпать не хотел. Конечно нет, надо провести. Листья надо было убрать, он даже этого не знает. А щебень на снег? Ну, а щебень-то от нас и не зависело. Они сказали, привезем, когда будем свободны. А они свободны стали, когда наступила зима. Вам везти или не везти? А выбора нету. Никакого нету. И вот тогда надо нанимать отдельно бульдозер, отдельно грейдер. И после этого мы сколько еще потратились? Ладно, добрые люди, как в соседней деревне там помогает один Евгений Долгов. Технику прислал. Ни одного слова здесь по делу нету. Никак, он не знает. Ну, а сейчас вот он узнает, изменится? Нет, не изменится. Он свое еще показать не может. У него ни фотографии нет, ни имени, ни помиле, ни какого. Бесенок какой-то. Беса, у них имени нету. Это может и не человек совсем. Демон умеет писать. И вот здесь тоже. Что он за этот пользователь? Ну, это другой. Они одинаково берут. Это другой совсем. Виталик. Да, не понятно что. Хоть Виталик слово. А это нету. Я закрываю. Чтобы вы знали. Мы еще не выбираем. Ну, и самый большой ресурс у нас. Неприкосновенный православный библейский сайт. Вот здесь вот самое ценное. И во всех четырех наших ресурсах. Хотя у нас есть и ВКонтакте страница. Даже не одна, кажется. В Фейсбуке, Твиттере, в Одноклассниках. Но там работает администрация и модератор. Я там не бываю. Наши страницы. Они очень неудобные. И не нравятся мне. И теперь мы здесь должны добавить. Это я закрою сейчас. И мы будем добавлять из темы священства. Вот, пожалуйста. Священство. Будем считать. Вопрос 1442. Пятый том. Открытым оком. Как судиться с епископом, если он что-то отнял у своего клирика или мирянина? Можно ли подать на него в суд мирской? Какие вопросы серьезные были? Ответ. Ответ. В книге правил, сборнике правил 7 святых вселенских соборов, 9 поместных соборов и правил 13 святых отцов Русской Церкви Вселенской дан регламент на все подобное. Вся трудность выполнить эти правила сегодня состоит именно в том, что нет этой церковной инстанции в епархии, которые правила называют церковным судом. Об этом давно идут разговоры, но воз и ныне там. А так как нет этой инстанции, значит и все правила о церковном суде совершенно не работают. Они как бы и не существуют. Но обиды есть, и их нужно решать законным порядком. Остается идти в гражданские суды и дело представлять в конечную мирскую инстанцию, которая это дело вполне может решать, даже не будучи осведомлены в вопросах нашей веры. Им это помогло бы только в моментах выявления истины, чтобы духом познать, лгут ли свидетели, и дознать истину в чистоте. Церковные правила даже не предполагают такой постановки вопроса, чтобы не разрешать конфликтов, но и не предусматривают даже вероятности, что может быть такое вот в наше время, когда не будет церковных судов. Тогда остается только идти в мирской суд. Но вот тут-то и сработают все карательные меры. Успокоительные капли и флаконы законы от епископского прещения. Если пойдешь в мирской суд жаловаться на него. Остались карательные функции за нарушение неработающего канона. Понятно? Вот, допустим, директор любого завода вызвал подчиненного, ну, начал бы его там бить. Ну, ясное дело, что беззаконие. Или сорвал бы у него, порвал одежду. И при том при свидетелях. При свидетелях. Ну, что ему будет? Ничего. Суд его сразу оттуда снимут. А в церковном правиле нет. Он даже бить будет тебе епископ. Поподавать в него не можешь, а в церковном суда нет. Нету, а в мирской нельзя обращаться. Абсолютно супер ненормальной обстановкой. Вот, я как отвечаю, вы думаете, будут какие-то, которые говоруны, тут священники, вопросы-ответы дают? Они будут отвечать так? Никогда нет. Он вопросов даже бумажку-то затрёт. Почему? Он виновен в этом. Он не добивается, что было. Но церковный суд сейчас начал маленько работать. Я отвечал-то это лет 10 назад. Но правила дают возможность всё же обращаться в мирской районный или краевой суд. И это нужно знать, как это сделать сегодня, чтобы не попасть под молотилку церковных правил, запрещающих обращаться за справедливостью в мирские суды. Понятно? Вот у меня был такой случай одного священника. Обобрал епископ здесь. Всё. А у меня близкие отношения с прокурором края, Параскон Юрий Фёдорович, генерал-лейтенант. Я говорю, вот вы могли бы сами убежать. Он не может обратиться, этот священник-то, не может обратиться-то. Я ходатайствую, что я слышал такое дело как бы в таком виде. Ну, и у вас было такое дело или нет? А то поступает заявление, что они не имеют права обратиться-то. Он говорит, да как-то неудобно. Значит, он тоже от закона попятился назад. Добрый человек. Дальше. За целые века церковнослужители оскрывались от справедливых решений и от возмездий за своими братскими епархиальными судами. И стонали низшие клирики, миряне. Но Бог дал Троцкого, Ульянова, Сталина, и толпами, сотнями тысяч поволокли из епархии из-за монастырских толстых стен пред лицо революционных трибуналов и под вышку или в ГУЛАГ. Ну, наконец, дождались. Судов нету, будут другие судить вас. Так Бог наводит порядок и среди тех, кто скрывается под сенью своих вымыслов и неработающих законов, вытряхивает неподсудных владык пред лицо всей земли подсолнечной. Вот так. Вот что говорят церковные правила по материальным вопросам. Вот тут такое. Если материально он украл у меня, вот тут судиться можно. Допустим, у нас был один загон, а вещи как-то потеряли или куриц что-то там не разделили. Второе вселенский правило шестое. Кавычки открыты. Не без исследования допускать обвинителей, не позволять всякому приносить обвинения на правителей церкви, но и не всем возбранять. Но если кто принесет на епископа некую собственную, то есть частную, жалобу, как то в притязании им имения или выной какой-либо потерпенной от него неправде, при таковых обвинениях не принимать в рассуждение ни лица обвинителя, ни веры его. То есть, какой бы он ни был, надо принять, разобрать. Дальше. Подобавить всячески... Только если обвинение по вере, тут вопросы другие заковыки. Подобавить всячески из совести епископа быть свободной и объявляющему себя обиженным обрести правосудие, какой бы веры он не был. Хотя бы баптист пришел поднять там харизмат на него и тогда надо принять. Но прежде могут они настоять... Прежде или не прежде? Но не прежде. Заметь, не откинулось, как закрыто. Вот ни один, ни два, ни три раза-то и... Но не прежде могут они настоять на своем обвинении, как письменно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым. То есть, если он не доказал, то это падает на него. Он украл у меня быка, а доказал, что не украл. Заплати быка теперь сам. Если бы по производству дела оказались клевещущими на обвиняемого епископа, но если кто, презрев по предварительному дознанию постановленное решение, дерзнет или слух царский утруждать, куда-то подавать, или суды мирских начальников, такое тнюди да не будет приемлем со своей жалобой, яко нанесший оскорбление правилам и нарушивший церковное благочиние. То есть, ты должен здесь дальше не идти, тут решать, но имеется ввиду, что он нормально будет решать. В скобках. Это правило угрожает наказанием тому, кто обращается в мирской суд, решив переиграть дело свое, после того, как по нему уже было вынесено решение церковным судом. Все правильно, неправильно, заглохни. Но если нет вообще этой станции церковного суда и нет его уже целое столетие, то и угрозы все полностью отпадают. Видишь, какая ситуация это? Карфагенские 12 правила. Если который епископ чего да не будет подвергнется некоему обвинению и по великим затруднениям не можно будет собраться многим епископом, то, дабы он не оставался долго под обвинением, дослушать его на суде 12 епископов. Ничего себе. Присвитера 6 епископов. Присвитера 6 епископов. На присвитера что-то 6 епископов. А если на епископа жалоба только 12 епископов чтобы было. И свой написано. Обязательно свой на него епископ должен быть здесь. А дьякона 3. 3 епископа и 1. Вот этот они не могут сделать. Запрещают там сан снимают. Он не может у него правило права нету. Они должны собраться. Вот оно правило какое. Карфагенское 12 правило. Дальше. Карфагенское 15 правило. Рассуждено также, что бы кто бы то ни был из епископов или присвитеров или дьяконов или причетников если имея возношение в церкви дело обвинительное или тяжбное отречется церковного суда и восхочет оправдаться предсудилищами светскими лишался своего его места хотя бы не в пользу его разрешение последовало. И сие по делу обвинительному по делу же тяжбенному долишается того, что приобрел по решению дело, если хочет удержать место свое. вот разоберись кто на ком стоит но разобраться можно то есть мирских судов ты должен бояться тщательно исследовать можно или не можно у нас в Потеряевке точно так же в мирские суды не обращаться пока не решится дело здесь и не дадут тебе разрешение тогда обращайся в мирской суд а не так что были такие которые тайно ходили они выехали из Потеряевки и особенно у нас написано не сексотничать этот человек все время я не хочу чтобы в правилах было слово сексотничать ну как это плохо а он и делал почему а потом ходилось и сексничал и он это правило хотел нарушить чтобы было потом все обнаружилось в скобках мирские суды кто обращается пренебрегший суд церковный но когда нет первой инстанции церковного суда то предочеловеком остается только вторая первая же инстанция как не существующая и наказать никого не может а они это наказание пытаются взять смех один карфагенское 28 правило кавычки открыты если кто из епископов подвергнется обвинению обвинитель да представит дело первенствующему в области который митрополит который принадлежит обвиняемый и да не будет обвиняемый отчужден от общения разве когда быв привязан к ответу грамотой не явится в суд избранных судить его в назначенное время то есть в течение месяца того дня который подознание получена им грамота как хорошо назначены сроки если же представит истинные и необходимые причины препятствовавшие ему явиться к ответу против того что на него представлено то без предосуждения да имеет свободу к оправданию в течение другого месяца в больнице было или в командировке да не будет в общении доколе не очистит себя доказательствами по делу вот это сейчас на меня там еретик псевдоправославный я их всех могу до одного поставить на место у меня было когда на меня нападали в 98 году просто 15 комиссий было 3 уголовных дела я вернулся когда потребовал от них изменения сатисфакции называется но они уперлись в ГТРК там такие организации серьезные я все процессы выиграл заплатили и дали опровержение по телевидению так если же пред всецелы того лета собор явится и внести не восхочет дабы по крайней мере тем дело его окончено было то имеет быть сужден как произнесший приговор сам против себя то есть его вызывали в суд он не пришел повестка была вручена все расписался не так что жене дали лично ему в руки во время же в которое он остается вне общения да не приобщается ни своей церкви ни во всем пределе то есть не причащаться ничего уже нельзя потому что он обвинение вознес на епископа подтвердить не может и в суд не явился но против того доносителя на него если никуда не отлучался в одни рассмотрения дела его отнюдь да не возбранится общение но если удалиться и скроется то епископ да будет возвращен в общение а сам доноситель да и зринется от общения впрочем так чтобы не было отъято у него свобода подтвердить обвинение если может доказать что не предстал к суду не по нехотению а по невозможности сие впрочем явно есть что если во время движения дела судей епископов опорочено будет лицо доносителя то не должно принимать от него обвинение разве только пожелает он рассмотрение своего собственного а не церковного дела это встречный иск а направили на него хотя он такой-то такой-то вот пусть теперь он оправдается дальше если речь идет о имущественном споре то никаких ограничений в зависимости от статуса истца нет кто бы он ни был может притребовать своего от обидчика свое свое не своего свое от обидчика хотя бы и от патриарха кто бы он ни был взял у меня машину угнал я могу подать на него это я даю это пояснение карфагенский правило эти знать надо да 29 правило карфагенские кавычки если пресвитеры или дьяконы обвиняемы будут то по собранию законенного числа из ближайших мест избираемых епископов которые обвиняемые попросят то есть при обвинении на пресвитера шести а для дьякона трех трех епископов вместе с ним собственный обвиняемых епископ исследует принесенные на них обвинения с соблюдением тех же правил касательно дней и сроков и исследования и лиц обвиняющего и обвиняемого дела же по винам прочих клириков един местный епископ да рассмотрит и окончит то есть мирские дела может решать а священника нет карфагенское 73 правило кавычки открыты подобает просить иосем да благоволят узаконить чтобы клирика в какой бы он ни был степени осужденного за какое-либо преступление судом епископов не было позволено защищать от наказания не той церкви в которой он служил ни какому-либо человеку а чтобы в наказании за сие положено было денежное взыскание или лишение чести и да повелят чтобы к извинению в том не был принимаем ни возраст ни пол то есть одинаково правило на всех действиях это какие правила были это закон карфагенское 90 правило кавычки открыты определено и сие когда на состоящей в клире бывает донос и объявляются некоторые обвинения тогда частью для отклонения нарекания на церковь частью ради достоинства клира по каковым причинам и оказывается им снисхождение частью для избежания гордого злорадования еретиков и язычников если желают как и должно защищать свое дело и попищись о доказательствах своей невинности да учинять сие в течение года в которые должны быть вне общения если же в течение года вознеродят очистить свое дело то после всего никакой глаз от них да не приемлется тебя объявили там на теле обвинения в течение года давай подавай в суд а он не подал на другой год уже даже бумажки не принимать карфагенское 117 правило постановлено если кто из клира будет просить от царя рассмотрения о себе в светских судилищах лишен будет своей чести если же будет от царя просить себе суда епископского отнюдь да не возбранится ему сие в скобках через это правило можно и ныне судиться с обидевшим тебя епископом если брать я три года занимался правилами и они были в шоке когда я сидел в синоде и там дело разбиралось я раз наизусть правила кинул потом второй решили так они вот так да не кто-то а Иларион а то вы их знаете я говорю ну как не знать это необходимо знать это правило если обратишься в прокуратуру или в суд чтобы они ходатайствовали о вынесении твоего дела в церковный суд почему я пошел но такого суда нет вообще на белом свете ныне тогда мирские власти сами могут возбудить уголовное дело а ты не виновен ты сам не писал заявление в суд и церковные фиктивные правила не нарушил никак то есть понятно и когда я в краевом суде был он проходит зам краевого суда и говорит знаете говорит Лапкин вы суды наши правила все судебно лучше нас знаете а я их мирские все разбирал смотрел и подавал и все процессы выиграл все до одного четвертый вселенский собор правило девятое если который клирик с клириком же имеет судное дело да не оставляет своего епископа и да не прибегает к светским судилищам но сперва да производит свое дело у своего епископа или по изволению того же епископа избранной обеими сторонами да составит суд а кто вопреки сему поступит да подлежит и наказание по правилам если же клирик со своим или со иным епископом имеет судное дело да судится в областном соборе это вот так если же на митрополита области епископ или клирик имеет неудовольствие да обращается или к экзарху великой области или к престолу царствующего Константинополя и перед ним досудится по инстанции все как положено карфагенский 144 положено и сие не принимать доносов от всех рабов от отпущенников тех самых на которых доносить хотят и от всех которых гражданские законы не допускают к доносам о преступлениях так же от всех на которых лежит пятно бесчестия то есть от позоришных и от лиц позоришных от каких? ну то артистов других от них не принимать и от лиц к срамным делам прикосновенных так же от еретиков ни еленов, ни иудеев впрочем у всех от которых не допускается таковое обвинение да не отъемлется свобода пронесить жалобы по своим делам по своим делам, что-то украли, взяли у него, обиду нанесли а здесь не принимать по церковным делам они определяют, кто еретик, кто нет 4-й вселенский, 21-е правила, кавычки открыты от клириков или мирян, доносящих на епископов или на клириков не принимать доноса просто и без исследования но предварительно исследовать общественное о них мнение то есть вызвать прихожан там, всех, какие есть люди в этой общине и тогда увидеть, так это или не так это очень здорово что тут написано? зачем им становиться? священство и зачем им становиться? ну, да, да, тут лучше написать так священство так суды вот так вопрос 1239, 4-й том открытым оком я вам скажу вот так, чтобы под номерами вопросы по книгам ни у одного священника, ни у кого этого нету это новинка и очень легко искать это вопросы по темам разложены 55 тем разных ну, там все полпает на порядку отдельно евреи, отдельно мусульмане отдельно старообрядцы патриархия, зарубежная церковь это на всех отдельная папка вопросы, которые мне задавали в университетах и я вел занятия вопрос 1239, 4-й том открытым оком у вас много знакомых священников? и как вы говорите, даже хороших и вы много лет знаете их поддерживаете с ними связь как по вашему мнению как по вашему мнению духовно они растут или нет? и что по этому вопросу думают они о вас? еще себе теперь ответ ответ это я на кафедре стою и отвечаю я знаю только православных священников притом русских большей части в России поэтому говорю не обобщая в мировом масштабе я очень внимательно присматриваюсь к ним переписываюсь, общаюсь и прихожу к твердому убеждению что в московской патриархии почти невозможно сохраниться даже в первоначальном состоянии если человек искренне верующий беда православия в том, что обучение идет не по библии а потому, что в основном человек видит на богослужении и тянется к храму, к монашеству есть ставшие священниками перешедшие баптистов и из других сект они подавали очень большие надежды они рождены свыше как правило знают священные писания из них встречаются ревностные и даже руководимые духом святым но на сегодняшний день за сорокалетнюю практику близкого знакомства с такими не имея ни одного случая когда даже этих священников московская патриархия не подвергла бы коррозии души само основание патриархии глубоко и неисправимо порочно и основана на абсолютной лжи она основана в июле на самом деле надо будет записать там это в июле только договор был в сентябре 4 сентября это было 1 сентября запятая 4 сентября на всякий случай 43 года Сталином и Берии отбор в архиерее идет наистрожайший по принципу верности патриарху и синоду а не Христу и Библии эта церковная система уродует души людей и всюду и везде во взаимоотношениях царит ложь и неискренность окружение архиерея практически везде вообще не имеет другой задачи как защитить защищать архиерея если их интересы расходятся архиерея и священника то как правило речь касается только денег дележа доходов на сегодняшний день остаюсь при этом мнении если вы можете это опровергнуть дайте мне адрес такого священника который во всем подчиняется Богу, канонам церкви а не требованиям правящего архиерея их мнение о мне неоднозначно друзья искренне радуются нашим успехам есть тайные кто хотел бы помочь но боится гонений и мести, и мести от своих мести, действительно, как вымет есть крайне враждебные ко мне и всякое наше движение вперед воспринимают как свое горе они поносят меня денно и ночно и самое главное в этом что ни слова правды не говорят и потому уязвляют только самих себя еще они не могут доказать когда встречаются да мне так сказали я так услышал мне там то начинает крутить, вилять и махнешь рукой думаешь, слизь одна сколько не таилось бы упругой силы в мышцах, мужества в крови по горам нельзя идти без друга верного товарища зови ты над бездной так звезда порою на краю горы повиснет вдруг кажется, что смерть не за горою нет, не правда рядом верный друг наконец вершина голубое небо расстилается вокруг счастье в сердце вырастает вдвое от того, что рядом счастлив друг Дмитрий Гулиа Гулиа ты даже не слыхал такого, да? нет, не слыхал а я это еще до обращения всякие такие из газет находил и переписывал и заучивал вопрос 4048 30-й том открытым оком если во Христе все нации одинаковы то почему нет ни одного архиерея или священника из-за цыгана? вообще, ни одного архиерея нет я беседовал с Александром Менем когда батюшка, который его убили и говорил теоретически хотя бы гипотетически возможно ли, чтобы в России архиерей был еврей да а патриарх он сразу остановился да, но теоретически да это когда президента избирали в Америке ну он должен быть не меньше 30-ти там летним 35-ти летним дальше не меньше 10-ти лет жить в Америке ну все такое ну и сын пришел со школы он посмотрел папа тут родился пап, а ты мог бы быть президентом? он говорит, согласно нашей конституции сынок, да ну а почему не президент? ну видишь ли, сынок, тут дело пап, не надо-то ничего ну раз можешь, так ну ты подай заявку-то ну видишь ли, сынок, тут вот такое дело ну понятно надо быть масоном надо быть в Гильдербергском клубе в комитете 300 и дать обещание, что будешь делать все как надо иначе тебе шило воткнуть какие надежды подавал Дональд Трамп сначала? а сейчас уже на полную как с Порошенко уже и ругаются, и пошло, и пошло ну чего не понятно а то он не сам по себе ответ в журнале Огонек была статья про цыган и журналистка высказалась что ей в действии казалось что цыгане и не люди вовсе а это черти, которые вырвались из преисподней Огонек писал мне недавно позвонил знакомый из Америки и поведал что у баптистов есть вроде бы на Украине успех на поприще работы среди цыган что целое село обратилось ага я тут же высказал ему большое сомнение в точности информации большое? и он-то сейчас же согласился что он видел в записи про тот случай и не все ему там понравилось но вот только что появилось сообщение на данную тему это я на кафедре стою а там у меня представители администрации краевое район, ФСБ, прокуратура кого-то и конябл двери-то открыты, свободны кавычки открыты цыган Иванов, ради веры в Бога, пошел против табора но табор последовал за ним город Кимры, Тверской области к семнадцати годам Эдик не знал ни одной буквы алфавита зато умел шикарно танцевать был посвящен во все тонкости наркоторговли первый раз, придя в церковь, пережил духовный переворот и спустя год был изгон из табора за то, что клиентов на наркоманов отгонял от ворот дубиной с тех пор он женился на русской девушке Людмиле был рукоположен в дьякона с именем Элизбар и стал первым в истории России священнослужителем цыганской национальности первым? за тысячу лет а табор постепенно меняет гнев на милость фамилии почти у всех Ивановы все, как это, роман? звать обязательно роман они вообще, ребята, неплохие и даже честные наркотой не занимаются и только воруют больше ничего не делают честно говоря, в церковь я тогда пришел, как в ювелирный магазин абсолютно точно очень хотелось крестик на груди носить обращался, покаялся а надеть его просто так нельзя, надо покреститься и знаете что? я до сих пор не понимаю, что со мной тогда произошло крестик надо достать, крестик как князю Владимиру, невесту надо у них вырвать, Анну вроде и слов-то никаких жгущих после крещения батюшка не говорил а только через два дня я почему-то бросил пить а еще через два курить, не говоря уж об остальном а уже такого его и покрестили, все а через месяц уже не пропускал ни одной службы нигде нет, то есть ни Библии, ни Христа, ничего нет это цыганское, верю каждому слову это было как во время пьянки о, сравнить есть чем глотнешь что-нибудь не того и друг тебя накрывает с головой вот доказайте, что накрывает с головой ну и на картошке горячей а гайморита лечится или что? отец Андрей грешным делом поначалу думал, что это засланный казачок с чего бы это вдруг 17-летний цыганенок после каждой службы провожать его до дома задает кучу вопросов о духовной жизни и ловит каждое слово а он с отцом Андреем-то познакомился отец Андрей тоже уместно, на щеку, как бы не обворовал мы зашли, говорит, у батюшки у одного, говорит ну она ребенка качает, а сама ногой стучит а другой, мне батюшка отдельно надо поговорить ну батюшка в другой комнате говорит она ногой стучит, как будто ребенка качает чтобы не слышно было, как она вскрывает этот сундук ну и когда ушли, батюшка что-то коснулся а пустой сундук-то ничего нету все вытащили даже среди русских такое случается крайне редко а тут цыган цыган запрашивает вопросы ты бы хоть и Евангелие для начала почитал и Деяния апостолов предложил ему будущий духовник, отец Андрей когда понял, что мальчик выцерковляется серьезно это одно из самых поганых слов выцерковляется, понимаете, какое слово то есть постепенно он приучается начинает лимикре заниматься это все пойдет у него, пойдет он выцерковляется через какое-то еще свечку подавать яйца в смятку крутую, как варить обязательно почитаю, батюшка, ответил Эдик вот только читать научусь и почитаю он еще не учился, ни одной буквы не знает выяснилось, что парень, как и большинство местных цыган ни дня не учился в школе хотя всеобщее образование, Советский Союз принимал нормы все, кроме цыган Иванов тут же сел за Евангелие написанное на церковно-славянском вот теперь ему учить в конце издания прилагался краткий самоучитель языка затем освоил апостол и псалтирь через пару месяцев перед отцом Андреем пристал уникум Эдик оказался человеком, который язык первых русских христиан понимал лучше чем речь Путина и Медведева абсолютно верю в это то есть он не понимал ни там, ни здесь он и сейчас порой невольно пугает продавцов в магазине какими-нибудь ЕСИ, ПАКИ, ДОНДИЖЕ и прочими словами ископаемыми самыми сложными было бросить танцевать я очень хорошо танцевал и вот уже лет 7 как этим не занимаюсь а очень хочется очень то есть он переродился, но только у него в ногах сидит по одному бесенку иногда танцую во сне поднимаюсь наверх в доме из Толбинеев оказывается, отец Андрей классиков хард-рока не слушает а лобает самостоятельно причем профессионально так гнет лексика-то какая? это с юности пытается оправдываться рокопоп Лазарев я ведь только 15 лет назад священником стал 15 лет все еще до этого играл в одной ярославской рок-группе нас там шестеро было потом трое спились и скололись а трое стали священниками больше некуда деваться только рок-группа бывшие парторги только куда или в петлю лезли стрелялись или в попы столько лет прошло а мы все равно иногда встречаемся и играем все-таки душу отводит дьякон Элисбар о чем-то задумался наверное о том, что когда-нибудь и он будет втихаря топотать по деревянному полу а что? танцевать же царь Давид танцевал же? прославлял Господа вы что-то имеете против царя Давида? сразу раз и все когда в таборе узнали что Эдик заделался алтарником это было воспринято примерно так же как если бы он поступил в школу милиции это уже страшно в приступе гнева мать обещала перевешать всех священников как кавычки открытые как правило аромалы аромалы зовут они все у них все ароманы цыгане называют себя приверженцами той религии которая вокруг них а не важно какая лишь бы вокруг них вот там где баптисты оказались харизматы они все харизматы но на самом деле вера у нас всегда одна судеверие цыгане это самые большие судеверия на планете вот так интересно что Гитлер ставил наравне с евреями евреи хотели мировое владычество а эти то ничего но он приравнял одинаково уничтожить не нужная паразитическая нация они верят во все и ни во что не верят они очень боятся всего чего не понимают они готовы соблюдать какие угодно обряды но не ради любви а из чувства страха любая религия для них сразу же становится язычеством они не понимают что такое молиться молитва для них то же самое что колдовство бабка Эдика лучшей колдуньей была к ним многие приезжали из столицы как только Эдик стал воцерковляться баба Рая стала терять силу одна осечка другая пятая десятая в конце концов вся клиентура разбежалась а внука колдуна родственники чуть не убили за то что он священником стал это колдун видать дар то у бабки твоей был не оттуда качает головой отец Андрей да вроде она всегда бога помощники призывала поджимать плечами отец и лесбар родственники набрасывались на меня с кулаками но я обманывал их цыгане здесь загсов не признают вошел в дом вот ты жених вышел за порог вот ты разведенный на венчании его из всего табора было только две сестры родная и двоюродная милые девушки обе уже сидят в тюрьме хорошая подвенчалась и в тюрьму наркоман не любят только дома когда я в подряснике появляюсь этого страшно бояться для цыган священник это еще и человек который имеет дело с мертвецами у нас люди очень боятся мертвых и прикосновение к неживому телу считается сквернением какие плана на будущее какие плана небось всю жизнь дьякона ходить не собираешься понимаешь иерей во время литургии символизирует Христа а дьякон всего лишь ангела мне кажется является бы образ спасителя я не достоин ни сейчас ни впредь священник наделяет службу смыслом а дьякон красотой это как танец сравнение какое у него он кляшет вокруг ходит понимаешь я ведь хотел танцевать вот я и танцую цыгане это как те самые евангельские дети пока что это дети беспризорники я не удивлюсь если лет через 50 они покажут нам пример благочестия через 50 лет история христианства таких примеров знает немало ни одного не знает русский репортер номер 38 октябрь 2008 год страница 44-52 табор уходит в веру 168 500 экземпляров на это я даю эпиграф премудрость Соломона 12-11 ибо семья их была проклятая от начала и не из опасений перед кем-либо ты допускал беззаконность греховых иуда какое место иуда 1-4 безнаказанность грехов их ты прочитал неправильно ты допускал безнаказанность греховых допускал дальше иуда 1-4 ибо вкрались некоторые люди и издревле предназначенные к всему осуждению нечестивые обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа ты понимаешь я тут какой вопрос задают сколько надо было Библия это уже само собой у меня на первом месте это все правила надо знать сколько мирской литературы вот почему наши занятия в университетах пользуются абсолютным благоволением людей которые приходили они искали популярность такая была эти книги я из книг своих беру какой том это не со мной вместе они не умрут потому что и завтра то же самое и цыгане остались те же самые сокрыться бы не видеть никого настолько омерзело то что вижу воруют блудят гонят самогон потоком хлещет мерзостная жижа вот это стихотворение так думалось живущим в чистоте желающим прожить не оскорнившись не запретишь хорошего хотеть создать себе спасительную нишу и плетью обуха отнюдь не рассечешь укоры обречения много ль значит скалу гранитную не оживит и дождь а сердце грешника заблудшего тем паче протест наживе сладкому житью и бездуховности всецело поглотивший где только блуд жратва спиртное пьют и с каждым поколением все хиже все жиже что делать что и ринулись в бега в любые закутки что только ахнем но лишь начало это лишь пока так появились первые монахи сбылась мечта жила на тишина молиться не препятствуют родные урезать пищу питье поменьше сна рекорды в этом ставятся до ныне труды великие явились мудрецы осеменившие монастыри уставом составят мифи и в пицки концы рассвет монашества вселенского настанет а рядом вовсе тьма непросвещенных несущих идолам последние обеды монахи истирали каменные четки и не учуяли рождение Магомета куда бы спрятаться от той напасти злейшей от тех монастырей в пустыне ни следа теперь и мама там с гаремами там шейхи дичь в изобилии холодная вода вот это так смотрите какие вопросы и как они важны для людей были вопрос 1108 3 том открытым оком как должны обращаться к священнику его жена и родственники просто по имени или с добавлением слово отец дома жена и как ответ вот только по одному этому вопросу можно увидеть как мы связаны привычками общепринятыми нормами поведения рассказывает одна женщина из обслуги правительственной дачи в Крыму что когда там отдыхал Леонид Ильич Брежнев которым она подносила блюда то этикет был установлен им самим она каждый раз за каждой тарелкой обязана была пройтись по всем его званиям товарищ генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза председатель президиума Союза Советских Социалистических Республик разрешите поставить перед вами ботвинью или борщ цепь по СС не допускалась. И никому это не казалось смешным. Может, это ему требовалось для разогрева аппетита? Но ведь и у нас в церкви нисколько не лучше. Его преосвященство, преосвященнейший владыка Антоний. Таким букетом слов перестарила неоднократно каждая страница газеты Алтайской миссии. А сколько званию римского папы? Полный титул его вот он как, надо к ним к вам обращаться. Викарий Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный священник Вселенской Церкви, восточный патриарх, примас Италии, архиепископ и митрополит римской провинции, монарх Ватикана, его святейшее святейшество, преосвятитель римской церкви. Не покажется ли безбожником чрезвычайно круто? А для слуха правоверного католика это как раз. Не это ли святые мужи называли дымным надмением мира? К апостолу обращались только с одной приставкой брат. Второе Петра 3,15. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел под данной ему премудрости написал вам. Ну, представьте, вот я такой ответ даю, когда считают, они у меня сидят, аудитория или актовый зал, 700 человек, за животы все хватаются. Никто не знал, мы знали, но я в кавычках беру оттуда. И поэтому у меня много времени уходило на подготовку к занятиям, проповедям, проповеди сколько было. У меня, я думаю, одна только четверть сохранилась. Не менее 4, даже с половиной тысяч проповедей было. Православные священники в большинстве своем в духовном плане кастраты и евнухи. Они не проповедуют живое евангельское слово. Сами не рождены свыше и никого не могут родить через проповедь. То есть они никакие не отцы, а просто требоисполнители. Закон рукоположенный. А сколько надменностей в одежде, походке, отношений к людям, превозношений и чванства. Ну, разве простят они мне это? Никогда. Прочтите, что говорят об этом святые отцы в книге к истинному православию в главе о священстве. Я сразу отсылаю, и там уже в кавычках будто взято и в каком житии, и что это сказано. Они почему не могут ничего опровергнуть? А как опровергнешь? Они даже сказали, что они не православные. Первое. Коринфянам 4, 15. Ибо хотелось тысяча наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вот как отцы можно называть, отцами называть родил. Если по полной истине, то не только домашние, а и все должны бы называть священника по его имени с приставкой брат, а слово отец вообще исключить из лексикона. Но на уровне глубокого подсознания все священники до единого, даже не умея об этом сказать, отлично чувствуют, сколь велико звание отец, и как велика награда тому, через кого кто-то придет ко Христу. Вот я в тюрьме был, у меня в везде все закрещенные, до начальника тюрьмы все называли отец. Я говорю, да какой я отец? А папа и врагушки видать, да вроде я скрываюсь. А который поп там сидит, ему кричат он за Сима, а ему кричат, Мишка, иди сюда. За совращение малолетних. Я романах. Так, и они буквально вцепляются в это слово, воруют его смысл, и очень хотят называться отцами. Матфея 23.9 И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Несколько менее претензионно звучит слово батюшка, в смысле руководитель, старший, хозяин без добавления имени. Но матушки на это идут редко, чтобы называть просто по имени и отчеству, потому что если он не батюшка, то по логике вещей она и не матушка. Понимаете, как тут все связано-то. Я был лично знаком с Эйгетом Новосибирском, в Новосибирском кафедральном соборе, которое млело от слова матушка, каковой она не являлась. И она сумела так и уговорить епископа Гидеона, Дакухина, как последний магиканша у Чехова. И он рукоположил ее в совершенно бестолкового мужа, с которым никто, как с дяконом, не хотел служить. До этого и не требовалось. Его место было у поминального столика. Вовремя захватить самое вкусное, приносимое и унести в алтарь. Притом они знают, я могу фамилию и все называть, но не стал уже. Скажет, открыли тайну церковную. Все, она тихая ночь. И тогда она стала матушкой. Час 0-2. Сколько? Час 0-2. Все, уже час.